МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проверил объекты капитального строительства и ответил на вопросы журналистов. В Сарове с рабочим визитом побывал депутат Госдумы Денис Москвин. Время выбрало нас. В детском образовательно-оздоровительном центре Березка завершился молодежный форум. Семейные старты 2019. Саровские семьи поборолись за звание самой спортивной семьи. Далее расскажем обо всем подробно. Одна из самых проблемных точек в нашем городе – 10-я школа, которая должна была открыться 1 сентября. Но ремонт в ней до сих пор продолжается. Денис Москвин побывал на объекте вместе с представителями Думы и администрации, пообщался с директором школы и рабочими. Вот сегодня я там был, мне говорят, что там работа закончится 30 ноября. Но это неправда. Они не закончатся 30 ноября. Более того, потому что я там увидел, и по готовности подрядчика, представитель которого был, сам подрядчик, видимо, побоялся приехать, они говорят, что 30 ноября все будет, не будет. И к Новому году не будет, как заверяет администрация. Судя по тому, что там происходит. Одна из причин, почему ремонт задерживается – существующий 44-й федеральный закон, по которому администрация не может влиять на выбор подрядчика. Однако проблема не только в этом. Большой вопрос у меня к представителям администрации. А вы куда смотрели на все это? Губернатор приезжал, задачу эту ставил. Мы с вами подробно обсуждали, деньги на это выделяли в обморочном порядке. Вы помните, изменения в областной бюджет вносили специально. И это, поверьте, непростая процедура. В результате мы видим, что дети как учились в разных концах города, так и продолжают это делать. Денис Москвин собирается обратиться в правоохранительные органы по поводу проверки работы подрядчика. Также депутат Госдумы посетил парк имени Зернова. Там тоже есть проблемы. Из-за конкурсных процедур произошло смещение сроков строительства. Пришлось уйти в зиму. Слава Богу, что вроде как там работы такие, которые позволят сейчас все это без вреда для технологий, закончить это до начала зимы, вот такой календарной зимы. Потому что проект действительно очень красивый. И вот эта вот лестница, ведущая к воде, и вот эта вот набережная, конечно, это станет, наверное, одним из самых любимых мест отдыха горожан. Также Денис Москвин осмотрел новый стадион 16-й школы, который открылся в середине сентября. Неприятным сюрпризом для него стало наличие замка на воротах объекта. Я пригласил директора школы, говорю, а вы на каком основании закрыли, тут еще обнесли этой сигнальной лентой красной. Я говорю, для кого это построили? А мы здесь уроки физкультуры проводим. Я говорю, замечательно, вы должны проводить уроки физкультуры. Но вечером до 22 часов здесь должны заниматься жители физкультуры и спорта. Тем более, по мнению депутата, в дни каникул стадион, построенный за 35 миллионов из городского бюджета, должен быть открыт для школьников весь день. В следующий раз Денис Москвин собирается посетить Саров 11 ноября. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Два километра 903 метра дороги от моста через Мокшу в Пурдышках в направлении Жигалова ввели в эксплуатацию. Ремонт этого участка ждали не только жители села, но и саровчане, которые приезжают сюда в гости к родственникам, друзьям и на свои садовые участки. Дачников, кстати, в полтора раза больше, чем коренных жителей. Ожидание реконструкции дорожного полотна растянулось на долгих четыре года. Жители обращения писали на главу Республики Мордовии, чтобы этот участок был отремонтирован. В 2018 году этот участок был включен в национальный проект безопасной и качественной дороги. И в этом году его отремонтировали. Долгожданную дорогу торжественно открыли в присутствии первых лиц администрации Темниковского района Республики Мордовии подряд на организации жителей Пурдышек и представители администрации Сарова. Мне приятно, что здесь присутствует Сарова, потому что Сарова для нас, представители Сарова, Сарова для нас это важный такой город, потому что мы нацелены на выстраивание взаимоотношений экономических, культурных. По словам Сергея Кизима, именно плохие дороги стали тем камнем преткновения, который мешал нормальному развитию взаимоотношений между Саровым и Темниковским районом. Теперь и все основания полагают, что дружеские связи выйдут на новый уровень. По новому полотну добраться до Пурдышек стало намного проще и быстрее. К тому же этот путь саровчане часто выбирают, чтобы доехать до Саранска и других регионов России. По просьбе мы сделали и автобусные остановки, и разметку, и необходимые дорожные знаки. Применены все новые современные технологии, поэтому рассчитываем, что дорога вам послужит надолго. Пожалуйста, пользуйтесь данным участком автомобильной дороги. Несмотря на пронизывающий холодный ветер, на церемонию открытия пришли сельские жители. Для них этот участок – настоящая дорога жизни. Короткий путь до райцентра, а это значит, что теперь времени на решение проблем различного характера понадобится меньше. Алексей Кичкасов служил в разведке с 1998 по 2000 год. В декабре 1999 года во время штурма Грозного командир взвода спас и вывел из огня боевиков разведотряд 506-го мотострелкового полка. Мужчина удостоился звания Героя России и получил Орден Мужества. За время службы под его командованием бойцы провели десятки операций, каждая из которых сплотила военнослужащих и оставила неизгладимый след в их памяти. Человек психологически очень устает, видит постоянно какие-то смерти, ранения, лишения. Человеку становится все равно, что с ним произойдет. Или наоборот появляется чувство бесстрашия. Я жив, все такое, со мной ничего не случится. Человек начинает необдуманно рисковать, наверное. И задача как командира, как мне кажется, вот этой немножечко остановиться. Сказать стоп, не надо делать то, что не надо делать. 5 ноября те, чья судьба связана с военной разведкой, отмечают профессиональный праздник. В этом году в Темникове собрались офицеры внешней разведки, ФСБ, ГРУ и ветераны специальных подразделений из Москвы, Краснодарского края, Дагестана, Кирова, Перми, Нижнего Новгорода, Сарова, Самарской области, Пензы и Мордовии. На счету командира разведгруппы 29-го отряда спецназа Александра Зашихина 18 командировок на Северный Кавказ. Орден мужества и множество наград за боевые заслуги. Мужчины считают, что несмотря на технический прогресс, только военный разведчик сможет получить достоверную информацию в боевых условиях. Техника, техника, она может выйти из строя. Сейчас разная усовершенствованная техника есть по борьбе с радиоразведкой. Значит, можно заглушить, можно сбить что-то. Поэтому достоверную информацию невозможно узнать с помощью техники. Все равно нужны люди. Человек должен быть хладнокровный, уверенный в себе, в своих товарищах. Ну, выносливым, сильным. Военнослужащие посетили Темниковский историко-краеведческий музей имени Ушакова, возложили цветы к месту захоронения разведчика Михаила Михайловича Кицаева и почтили память погибших коллег в Рождество-Богородичном Санаксарском мужском монастыре. Из 200 призывников, рассмотренных на комиссиях в Сарове, в рамках осенней кампании, лишь 15 признали годными к военной службе. Совсем скоро они пополнят ряды вооруженных сил нашей страны. До конца призывной кампании рассмотрят еще порядка 300 человек. Всего наденут военную форму и встанут в строю около 40 саровчан от 18 до 26 лет. Сложность этого призыва у нас заключается в том, что количество у нас есть, а качества у нас нет. Почему? Потому что у нас очень много ребятишек, порядка 7 человек отобраны в научные роты. Два человека у нас идут служить в спортивную роту. Сначала осенней призывной кампании прошло почти полтора месяца. За это время в военном комиссариате нашего города состоялось 5 комиссий. По словам военкома, уклонистов становится все меньше. Они приходят и говорят, давайте. Почему? Потому что если он переходит за 27 лет, ему выдаются справка, не служил незаконно в основании. И все. А это определенное ограничение выезда за границу в течение 5 лет, потом все муниципальные должности и прочее, прочее, прочее. Вячеслав Выломов готов к военной службе. Суровые армейские будни его не пугают. С 8 лет он занимается рукопашным боем и научился соблюдать режим. Я, Выломов Вячеслав Александрович, на комиссию прибыл. Пока у Вячеслава Выломова, как, впрочем, и у других ребят, ждущих своей очереди за дверью, нет армейской выправки. Скоро он устранит этот недостаток. Юноша мечтает стать военнослужащим. За год срочной службы он намерен изучить необходимые воинские дисциплины и поступить в военный вуз. Чувствую, что мое. Хочется непосредственно отслужить. Да, построить свою военную карьеру. Члены призывной комиссии рассматривают личные дела кандидатов и принимают решения о степени годности человека к военной службе или смещении сроков призыва. Совсем мало тех, кому отказали в призыве на военную службу по состоянию здоровья. Физическое состояние наших ребят, тех, которых мы призываем в армии, хорошее. И есть, что положительнее хочу сказать, есть желание у ребят это служить. Сами приходят и говорят, мы хотим там-то, там-то служить. Большинство ребят воспользовалось правом отстрочки от призыва в армию в связи с получением высшего или среднепрофессионального образования. Жизнь – это самая главная ценность любого человека. Защищая свой проект, участница поискового кинологического отряда Саров Дарья Абызова доказывала экспертам то, как важно грамотно организовать поиски пропавших людей, чтобы найти их как можно быстрее живыми и здоровыми. Часто наряду со специалистами в поисках участвуют обычные горожане, и они должны обладать профессиональными навыками. Придумали лесные испытания, которые максимально приближены к реальному поиску, как и по требованиям, которые через Российскую Федерацию облегчены очень сильно. У нас это, конечно, осложнено. И просто надо показать людям, во-первых, что самое главное – это жизнь человека. Формат учебных поисков саровские кинологи и поисковики уже отработали. Цель таких мероприятий заключается в том, чтобы научить обычных людей основам поисково-спасательных профессий. Тем, кто успешно прошел обучение, будут выдавать сертификаты. Это значительно увеличит число людей, которые смогут наравне с профессионалами участвовать в поиске пропавших людей. В этом году на молодежном форуме по количеству заявок лидировали две номинации – добровольчество и гражданская активность. Ребята защищали 8 и 11 проектов соответственно. Всего свои идеи на суд экспертов представили 25 команд. По словам организаторов, очень важно, чтобы все проекты получили развитие. Важна ведь финальная история. Когда мы приедем на следующий форум, мы будем говорить, а сколько проектов дошло до финиша. Потому что беда будет заключаться в том, что запал форума пропадет, интерес к проекту пропадет, они наткнутся на какую-то проблему, и дальше распадется группа, и проект будет нереализован. Вот нам главное, чтобы все проекты дошли до финиша. В этом году гранты получили три проекта патриотической направленности, посвященные празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне, и социальная инициатива клуба молодой семьи «Семья». Открылся теплый вечер в библиотеке имени Пушкина праздничным концертом, который посвятили Дню народного единства. На нем ребятам и их родителям сотрудники библиотеки совместно с воспитанниками православной гимназии рассказали, что это за праздник, и поведали историю его возникновения. Украшением вечера стали творческие номера. Программу «Теплый вечер» в этом году составили по книгам Дэвида Маки «Элмер». Организаторы подготовили для юных читателей больше десяти игровых площадок. Гости смогли принять участие в творческих мастер-классах, игротеке, караоке-зоне, театрализованном представлении и даже в селфи-гонке. В ней ребятам предстояло найти в библиотеке семь картинок со слоном и сделать на их фоне фотографию, а после выложить фото на свою страничку ВКонтакте с хэштегом «Пушкинка семь слонов». Да, было сложно. Я очень… вот здесь я проходила где-то два раза в этом месте. Было сложно искать, но потом всё-таки я увидела. Здесь сказали, что будет конкурс, и в декабре объявят победителей. Мне бы хотелось поучаствовать в конкурсе и постараться выиграть. На тёплый вечер в библиотеку имени Пушкина пришло более 200 гостей. Среди участников можно было встретить школьников, студентов, работников различных предприятий. На праздник приходили целыми семьями. Чита Зверевых впервые стали гостями тёплого вечера. Такие мероприятия, по их мнению, помогают развиваться не только ребёнку, но и получать новые знания родителям. «Сплачивают семью, какие-то новые навыки. Ребёнок общается с ровесниками, учится чему-то новому. И к тому же мы живём в старом районе, в новом районе такая вот библиотека имени Пушкина. Очень хорошая. Мы планируем всё-таки, когда будет постарше, туда записаться и брать книги, читать. И к тому же здесь очень всё классно, весело». Завершился вечер в Пушкинке поэтическим квартирникам «Шлакоблок». Владислав Смольников и Антон Важдаев прочитали гостям стихи собственного сочинения и рассказали зрителям о творчестве различных писателей. Девять станций с различными заданиями из области физики и математики ждали участников квеста, который многодетные родители устроили своим чадом в библиотеке имени Пушкина. Ребята разгадывали ребусы, решали задачки, искали ответы на каверзные вопросы и проводили эксперименты. Например, пытались раздавить в кулаке обыкновенное яйцо. Сделать это никому не удалось. Всё дело здесь в законах физики. Сила перераспределяется так, что стенки яйца препятствуют разрушению. «Вы обращали внимание на форму сводов в Саровских пещерах? Они как раз имеют круглую форму яйца, именно поэтому держат на собой такое огромное количество грунта. То же самое происходит и в яйце. Когда мы давим на него снаружи, то сила распределяется таким образом по скорлупе, что скорлупа сама препятствует разрушению». Также на физических станциях ребята собирали объемные фигуры и зубочисток и проводили опыты с не-нютоновской жидкостью. «Если мы плавно обращаемся с этой жидкостью, то она ведет себя как жидкость. Если мы резко или очень быстро ударяем по ней, то она ведет себя как кирпич, наверное». Желающих попробовать совладать с не-нютоновской жидкостью выстроилась целая очередь. Детям задали домашнее задание – поразмыслить о результатах эксперимента. Математические станции вызвали у участников квеста не меньший восторг. «Мне понравилось, как мы собирали фигуру на табле». «Было очень интересно говорить своему брату, как нужно правильно собрать картинку из кубиков». «Понравилось?» «Да». «Что понравилось?» «Нам понравилось разгадывать ребусы и играть в анатомновскую жидкость. Мне то же самое». В планах многодетных родителей еще не раз провести подобные праздники для своих детей. Главным событием «Ночи истории» в городском музее стало открытие выставки муромского художника Федора Корнея. Автор приехал на презентацию своих картин. Он рассказал о своей жизни и увлечениях в творческом пути. Федор Корней родом из Беларуси. Будучи студентом, был принят в молодежную секцию Союза художников. Это звание не так просто заслужить. «У нас только два было. Я и преподаватель. Ну, я где-то месяца два нос позадирал, потом успокоился, потому что некогда было. Я был представителем Союза студенческого у нас. Два института было, наш и фотограф. Вот я организовал студентом выставки в Минске. Где-то, где придется». Автор привез в наш город свои пейзажи и натюрморты. Одну картину, посвященную весне, подарил музею. Экспозиция в Сарове будет работать полтора месяца. У каждого жителя города будет возможность прийти, познакомиться с творчеством. Этого принципа уже хорошо для наших горожан, знакомого художника. Он неоднократно принимал участие в выставках. И персональные у него были выставки. И в сообществе с другими городскими художниками. Этот художник широко представлен в нашей художественной салоне. После открытия выставки заработали различные площадки. Горожане смогли поучаствовать в викторинах на знании истории нашей страны и различных конкурсах. Познакомиться с экспонатами музея, смастерить куклу-оберег и объемную открытку. Украсили праздничный вечер выступления детских творческих коллективов города. За несколько недель проекта в нем приняли участие порядка 50 руководителей и сотрудников городских организаций, политиков, общественных деятелей. На руках у них ласкались, сюрчали, красиво выгибали спины и забавно шевелили ушами. Кошки и собаки разного возраста, окраса и пород. Корреспондента нашего канала Константина Перевозчикова волонтеры уговорили на три съемки. Два огромных пса и импозантный кот по очереди позировали с ним перед камерой. Эмоции массы, они только положительные. Когда я сюда ехал, я очень боялся, потому что, ну, все равно животное, которое долгое время жило на улице, оно немного отвыкло от человека, может относиться настороженно. Но первые несколько минут общения с животными доказали обратное. Они скучают по общению и заботе и рады каждой возможности выйти из клетки и приласкаться к человеку. Первый пёс, с которым мне довелось фотографироваться, это огромная охотничья собака. Я очень о ней боялся, но оказалось, что он милый, добрый и, самое главное, спокойный. И людям не просто позировать перед камерой, что уж говорить про животных, которые воспринимали фотосессию как игру. Молодая хаски совсем не хотела спокойно сидеть и лежать, и норовила напроказничать. Будущим хозяевам этой энергичной собаки пригодится совет генерального директора канала 16. Это очень сложная порода, и с ней нужно уметь обращаться, нужно иметь много энергии, потому что она сама очень энергичная, ее нужно постоянно выгуливать, постоянно давать ей нагрузку, ну и также понимать, что это стайная собака, это издовая собака, и человек в первую очередь должен быть вожаком здесь. После шалунии хаски Петру Смирнову вручили пушистого котенка. Ну, с кошками все проще, был прекрасный, милый, пушистый котенок, и я надеюсь, что он найдет новую семью после этой фотосессии. На проекте «Зато верный друг» работали профессиональные фотографы, которые на добровольных началах снимали и редактировали фотографии, чтобы животные на них предстали во всей красе. Через несколько недель обработанные снимки выставят в социальных сетях. В планах сделать календарь на 2020 год. На молодежном форуме в «Березке» время выбрало нас, отряд союза детских организаций «Сияющие звезды» и союз старшеклассников «Статус» с проектом «75 лет победы, память и слава» выиграли грант на сумму 20 тысяч рублей. Идея создать этот проект ребятам пришла еще в прошлом году. Там зародился этот проект из нескольких этапов. И эти этапы – это видеоролики со стихами и прозой о войне, это конкурс рисунков, бессмертный полк в интернете, и еще некоторые этапы, также посвященные теме Великой Отечественной войне. В планах у ребят устроить флешмобы на больших площадках города, в торговых центрах, возле фонтанов, на площадях и других общественных местах. Школьники будут читать стихи, исполнять военные песни и раздавать георгиевские ленточки. Мы надеемся привлечь к этому проекту очень большое количество как учащихся, так и студентов. И, возможно, взрослых людей, кому это вообще интересно все. Интересно что? Поддерживать историю, хранить память о событиях Великой Отечественной войны. Потому что исполнение даже песен на войне, исполнение стихов, прозы военной – это тоже возвращение в прошлое и сохранение той самой памяти, ради которой все делается. Также в рамках проекта «75 лет победы» памяти Славы стартовал прием работ на конкурс рисунков память поколений. Он проводится в трех возрастных группах – первые и третьи классы, четвертые, седьмые и восьмые, одиннадцатые. Принимаются работы формата А3, А4, А5, в том числе графические. Победители конкурсных работ будут представлены в виде открыток, которые будут подарены ветеранам. Также будут напечатаны календари, которые подарим как и победителям, так и ветеранам. Также в этом году нам разрешили разместить работы на автобусных остановках и на больших городских баннерах в Сарове. Рисунки нужно принести до 15 января во Дворец детского творчества в кабинет номер 29. Вместе с воспитателями маленькие участники дорожного движения подготовили сценку про семью, которая отправилась в путешествие на автомобиле. В ней малыши подчеркнули важность автокресла в дороге. По закону перевозить детей до 12 лет можно исключительно в детских удерживающих устройствах. Несмотря на юный возраст, ребята понимают, что соблюдение этого правила сделает поездку комфортной и безопасной. Ребенок в детском удерживающем устройстве чувствует себя удобнее. Он не перемещается по салону автомобиля. Это не отвлекает и родителей от вождения транспортным средством. Ребята рассказали стихи про правила дорожного движения и станцевали флешмоб. В завершение встречи юные участники вместе с инспектором ГИБДД повторили правила поведения на проезжей части и получили в подарок световозвращающие наклейки. Также к акции автокресла детям малыши подготовили выставку рисунков. Для детей это начальный этап формирования. Наши дети еще маленькие. Их везде сопровождают взрослые. Это либо родители, либо воспитатели. А вот буквально через год у нас будет выпускная группа, и наши ребята будут уже школьниками. И они вплотную столкнутся со сложностями на дорогах. И мы надеемся, что коллективными усилиями мы подготовим ребят. В силах родителей и воспитателей донести до малышей простые правила дорожного движения. Чтобы избежать травматизма, нужно помнить, что безопасность зависит в первую очередь от взрослых. Я сегодня узнала про светофоры, о знаках и отражающие элементы. Мне больше всего понравилось смотреть этот фильм и получать подарки. Такие отзывы оставили воспитанники детского сада номер 37 после участия в акции «Засветись». Для малышей ее провели студенты Саровского политехникума совместно с сотрудниками госавтоинспекции. Мальчишкам и девчонкам в игровой программе рассказали, что такое светоотражающие элементы, зачем они нужны и на какую часть тела их лучше приклеивать. Сейчас такое время, что дети из пяти лет уже начинают гулять допоздна, гулять по трассам, чтобы они собрали правильное движение для их безопасности, носили светоотражатели. Фликер на одежде – способ уберечь ребенка от травмы на неосвещенной дороге. Маленькая подвеска на шнурке или значок на булавке закрепляются на одежде. Использование фликера снижает детский травматизм на дороге. Он позволяет водителю заметить пешехода на расстоянии от 150 до 300 метров и избежать наезда. Надеемся, что через маленьких детей мы доведем эту информацию и до их родителей, и родители приобретут световозвращающие элементы и также будут при выходе из дома в темное время суток использовать световозвращатели. Следующая акция в рамках месячника «Засветись» пройдет в детском саду номер 8. Сотрудники госавтоинспекции также расскажут малышам о светоотражающих элементах и проведут с ними флешмоб. Шесть дней музыки и творчества подготовили организаторы музыкальной академии для участников из 18 городов присутствия «Росатома». Саровчанам выпал уникальный шанс поучиться мастерству у преподавателей Московской государственной консерватории имени Чайковского, Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, Музыкального училища имени Гнесиных, лауреатов международных конкурсов и фестивалей. Очень хорошие мастера были в этом году, преподаватели из Москвы, из Санкт-Петербурга были преподаватели. Это вторая музыкальная академия под патронажем башминта, и мы тоже ездим второй раз. В прошлом году была такая пробная немножко поездка, два человека ездили, два скрипача, а в этом году у нас была целая команда, три скрипача, филончелист, флитистка и саксофонистка. После мастер-классов дети расходились на репетиции в классах ансамбля и оркестра, где готовили отчетные выступления. Обучение в академии участники завершили галоконцертом. На нем саровчанка Дарья Светличная выступала дважды, сольно с композицией «Чарда Шмонти» и в составе ансамбля. Больше всего мне нравится «Чарда Шмонти», потому что это такое веселое, задорное произведение, в начале которого есть медленная часть, где можно показать красоту звука, а вторая часть – быстро, где можно показать технику. Мария Панина занимается музыкой четыре года. Девочку всегда привлекали звуки скрипки, поэтому обучение в этом направлении приносит Маше только радость. В этом году я поехала с произведением «Литвином в вечное движение» и с этюдом номер четыре «Станко». Мне запомнились мастер-классы, именно работа с учителем, который там был. Это было интересно и познавательно. В музыкальной академии в рамках программы «Территория культуры Росатома» саровчане получили много полезных советов от вертозов – скрипки, фортепиано, виолончели, флейты и гитары. Расширили репертуар и познакомились со сверстниками, которые тоже увлечены музыкой. На международном конкурсе «Серебряный дождь» в Черногории Василина Афонина исполнила две композиции на русском и английском языках. В номинации «Эстрадный вокал» девочка стала лауреатом первой степени. Были сильные соперники, и я волновалась все-таки перед награждением. Пели они тоже достойные, современные песни, в принципе, как и я. На конкурс съехались участники со всех уголков мира – России, Германии, Белоруссии, Казахстана и других стран. Жюри оценивало конкурсантов в номинации хореография, вокал, театральное и инструментальное искусство. Чтобы попасть на конкурс, Василине предстояло пройти дистанционный отбор, на который девочка отправила аудиозапись композиции. За лучшее и оригинальное исполнение песни жюри признала юную певицу победителем заочного тура. Эта победа стала путевкой на очный этап конкурса. Любовь к музыке Василине привили ее родители. Я пела всегда. У нас очень творческая семья. Мама поет, очень творческий человек. Папа пишет стихи и музыку. Я даже с его авторскими песнями выступала на городских концертах. Например, в театре на 9 мая с его песней «Бессмертный полк». Мама Василины Татьяна постоянно поддерживает дочь. На все концерты они приезжают вместе. Именно Татьяна стала первым наставником Василины. Она научила ее держаться на сцене и правильно исполнять песни. К каждому конкурсу они серьезно готовятся. Конечно, мы волнуемся, потому что разные ситуации были. Но вообще мы уверены в себе. Мы ждали, что там первое, второе. Гран-перию мы понимали, что мы не выиграем, потому что это обычно всегда получает большой коллектив. Каждый конкурс для семьи Афонинах – это новая возможность познакомиться с интересными людьми, перенять опыт, а также принять участие в различных мастер-классах. В планах у Василины отправиться на мировые конкурсы. Сначала девочка поедет в Китай, а после – в Италию и Испанию. Спортивный зал спорткомплекса «Внефь» переполнен детским смехом. В этом году в традиционных соревнованиях приняли участие 30 семей. Кто-то уже не раз становился победителем семейных стартов, ну а кто-то только дебютирует в подобных спортивных забегах. Но главная цель у всех одна – провести выходные с семьей весело и с пользой. Конечно, не только какие-то умения, спортивные навыки нужны, это желательно, но главное – это действительно сплоченность семьи. То есть нужно все делать вместе, все делать, как говорится, дружно, и тогда все будет получаться. По правилам в каждой команде три человека – мама, папа и ребенок. Семьи соревнуются в двух возрастных группах. Родители с детьми от пяти до семи лет и от восьми до одиннадцати. А Александру и Евгению Чесновым пришлось нелегко. Им предстояло каждое испытание проходить по два раза. Потому что с Димой мы уже участвовали, а с Дашей первый раз. Нам понравился этот старт, он интересный, опыт очень такой тяжелый, потому что в двух сразу принимать в возрастных категориях тяжеловато. Но интересно. Соревнования проходили в два тура. Первый – отборочный. Семьи, показавшие здесь лучшее время, выходили в финал. В итоге за победу в стартах боролись по пять команд в каждой возрастной группе. В конце спортивного праздника победители и призеры были награждены дипломами и подарками.